привет ой здравствуйте всех приветствую кто ко мне присоединяется я сейчас только пришла из своей любимой сауны наполнялась сегодня по оранжевому потенциалу так что чувствую себя великолепно мы сегодня с вами поговорим как я и обещала по еще один вид синхронизации которые называются синхронизация выбор синхронизации выбора бывают конечно их множество очень разных подробнее расскажу вам про большую синхронизацию но кроме этого есть еще такие маленькие синхронизации когда человек просто спрашивает делать ему что-то или не делать покупать ему что-то или не покупать и здесь выкладываются два диска на два вопроса да ответ да либо ответ нет и я как бы я рассказываю человеку какой ему правильно сделать выбор следующая синхронизация это например человек сейчас придумаю например у человека вопрос работой он подает там отправил например свои резюме и спрашивает когда его возьмут на работу в каком месяце вот и в соответствии соответственно выкладываются диски на каждый месяц по одному диску и я смотрю как только выпадает но например выпадают условно говоря это все очень условно выпадают например напряженные диски и мы это проходим мимо там не примерно январь на февраль на марта например например вышел какой-то хороший диск и тогда я говорю о том что скорее всего тебя возьмут на работу вот в апреле вот следующее что еще так можно спрашивать это это все ой приветики это такие синхронизации где можно выкладывать очень много дисков но на каждый вопрос выкладывается по одному диску а те синхронизации которые я выкладывала stories они побольше поэтому соответственно ответ на них дается такой очень сильно развернутый вот там у меня в примерах были да и как вы видели что выкладывается один диск внизу и потом от него от него идут веточки веточек может быть множеством я выложила два примера это на два варианта и на три варианта но их может быть и 5 и 10 все зависит от того сколько сам человек вас в рассматривает вариант к примеру человек спрашивает мне пойти обучаться там допустим на курс по синхровидению или на курс по камням вот случае таких выборов я всегда выкладываю еще одну веточку красивый красный спасибо а я выкладываю еще одну веточку и справа и говорю так что ни один из названных вариант потому что согласитесь что может быть такое что человеку не надо идти не на курс по синхровидению не на курс по камням если он рассматривает говорит о том что он все таки хочет куда-то пойти поучиться да я выкладываю еще один вариант и говорю ему допустим если он выходит хорошим то я говорю ты знаешь есть еще какой-то вариант который ты здесь не называешь но он есть и он является более благоприятным нежели вот эти два варианта который ты назвал соответственно я у человека спрашиваю есть ли у тебя еще какой-то вариант как правило он всегда есть да за редким исключением когда человек говорит что ну нет больше я никуда не хочу тогда либо можно посмотреть какой из двух скажем более позитивный и идти на него либо можно подождать дать время человеку чтобы он еще подумал посмотрел и потом уже он может просто найти какой-то курс и я ему сделаю 7 не синхронизацию выбора просто посмотрю насколько благоприятные перспективный человек уйти на какой-то вот этот третий вариант если делается выбор на 3 ветки а вот еще ладно на 3 ветки делается выбор допустим что человек там собирается в отпуске то же самое он говорит спрашивает куда ему лучше поехать то есть для него на тот момент когда он спрашивает все варианты являются равнозначными просто так человек никогда не приходит к синхрологу если он заведомо знает ответ то есть если он сам себе решил то он никогда не пойдет а если у него действительно эти варианты все равнозначные то есть он определился что у него достаточно средств до что поехать там в ту или иную страну или пройти тот или иной курс но он не может оплатить оба курса или там мы не можем поехать в путешествие если там у нас какой-то короткий отпуск там и посетить несколько страну если только это в круиз поехать в круизе можно 5 посетить за неделю а так если человек именно едет на классический отельный отдых то ему нужно вот у него ограниченное количество времени и ему нужно выбрать какую-то одну страну но ему все равно ехать ему в италию ехать ему в испанию или в португалию или я не знаю в индию до куда угодно то и тогда вот он приходит получить ответ что я здесь рассказываю чем хороша синхронизация выбора именно в большом формате здесь хорошо то что я расскажу вам я не просто вам скажу да давай езжай в италию и все ну вот наверное вот если на таро делать расклад то там вот именно наверное как-то так рассказываю а здесь я же вам рассказывала да в предыдущем эфире что у каждого диска есть 24 значения и поэтому я вам расскажу не только куда вам надо ехать а почему или там что с вами будет происходить и вот вы видели что в каждом в каждой веточке выкладывается по три диска условно говоря это о чем это о том что будет в начале вашего отпуска что будет в серединке вашего отпуска и чем ваш отпуск закончится ну это конечно такое очень условное распределение но она присутствует вполне может быть что все эти три диска они будут сначала до конца так тоже бывает но как правило вот если например выходит такая картина что вначале например что-то не очень и последний диск прям вау какой хороший то здесь речь идет о том что ну допустим человек приедет ему что-то вначале не понравится а потом деваться некуда он с этим свыкнется и все у него будет хорошо точно так же как возможен другой вариант человек приехал ему что-то не понравилось и он с этим не понравится живет весь отпуск ну это уже как говорится дело выбора как ты хочешь провести свой отпуск да все таки я всегда говорю о том что в любом не очень хорошим всегда можно найти хорошее вот это точно но не бывает такого что возьмите любого человека вот если вы честно себе скажете честно да вот человека который вам вы которому вы не очень симпатизируете или там скажу больше он вам совсем не нравится но если покопаться то вы всегда найдете в нем что-то хорошее также здесь можно приехать и негативить весь отпуск и затем еще так смаковать вот я сейчас приеду и всем расскажу как здесь ужасно плохо ну блин кому плохо то на самом деле тут мне комментарий такой интересный сейчас я отвечу на него обязательно понимаете это это ваш выбор и вы приедете ну хорошо вам было плохо в отпуске чего вы добьетесь вы добьетесь того что те люди которым вы рассказали они скажут ну все блин точно туда не поедем ну не знаю это конечно вам вам самим решать так вот и я смотрите в дисках что еще это я считаю их уникальная способность они всегда рассказывают о том что действительно актуально потому что много очень факторов влияет на любое событие но мы не можем ну вот я выложила всего три диска да я где-то мне выложила их 25 чтобы вот прям все 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 это собрать что там с вами будет происходить нет мы выкладываем по три диска такие правила синхронизации для того чтобы посмотреть что основное будет вас сопровождать вот я вам расскажу интересный пример интересен он тем что когда я сделала синхронизацию эту то я вообще не понимала о чем идет речь я всегда говорю диски знают больше чем я и когда я человеку рассказываю что-то вот недавно я делаю синхронизацию я еще вижу ту говорю ну вот говорю человеку там ну тебя партнерство будет не походит слушать тут выступление какое-то у тебя она сама все потом рассказывать за не дает обратную связь и будет суши мы действительно с ним так задружились мы так хорошо общаемся и мы говорим не только там про бизнес но и про семьи свои там друг другу с удовольствием рассказываю то есть вот так у человека говорить ну может быть ну то что говорит я там выступаю очень сильно но именно как я преподношу информацию договорить и есть такое вот понимаете то есть моя задача просто рассказать то что вышло а человеку во первых он может это может быть ему известно а может быть так что так вот у меня было в этом случае которая сейчас расскажу это потом проявится и как это у меня эффект такой а это вот о чем был разговор так вот и когда куда-то еду я всегда делаю синхронизацию как эта поездка пройдет когда мы ехали в один из отпусков то как пройдет отпуск у меня выходил диск страх я вообще не понимал какой страх чего я буду у меня там знаете сразу тысячу мыслей в голове на море будет шторм или мне не понравится хозяева они будут какие-то агрессивные я их буду бояться в общем что я только не думала по этому поводу все оказалось совсем не так и интересно то что я этот диск поняла только на второй день моего пребывания в отпуске что получилось там нужно для того чтобы пройти на море нужно пересекать федеральную трассу вы понимаете дальше такое федеральная трасса это там где просто нет никаких светофоров машины несутся и автобусы и фуры огромные легковые автомобили и то есть для того чтобы тебе пересечь эту дорогу тебе нужно просто выбрать момент когда нет машины значит не стись я вообще очень сильно не люблю такой вот примерно знаете пешеход я не вожу машину на пешеходе очень примерный и я всегда перехожу дорогу по всем правилам дорожного движения и очень люблю переходить ее именно на регулируемых перекрестках но постольку поскольку здесь такой возможности не было ну не говорят не я не говорю что совсем там можно было идти вдоль этой трассы тоже мало так вы знаете такое удовольствие не очень хорошее идешь идешь вдоль этой трассы и потом доходишь до подземного перехода и там переход но это зато безопасно и кстати подземный переход этот я в него сходила один раз и больше сказал я туда не пойду потому что там темно грязное и воняет тоже поэтому вариант как-то отвалился сам собой вот и я поняла что это вот этот мой страх переходить дорогу на без светофора и когда вы там все несутся как угорелый значит что нам говорят диски если тебе этот диск вышел значит тебе нужно просто в этот страх пойти тебе не надо весь отпуск трястись тебе не надо весь отпуск ругать я наоборот там иду под как подходила вот в первый отпуск мы туда потом после этого еще два раза ездили там уже не знаю почему ты уже спокойно к этому относишься а вот в первый день я наоборот себе просто говорил о том что вот я сейчас подхожу к дороге и вообще нет ни одной машины я совершенно спокойно ее перехожу и все у меня замечательно с тем и жили и все я когда это осознала о чем был диск когда я это приняла все мой отпуск наладился и уже дорога была не такая страшная действительно очень часто не было никаких машин для когда я подходила чтобы переходить дорогу вот то есть я вам сейчас говорю о том что нужно поменять просто свое отношение также как мы говорим про людей да не надо никого перевоспитывать нужно поменять свое отношение а потом вы будете при этом говорить что этот человек изменился на него он изменился этого изменились и у вас теперь все супер замечательно вот теперь вот хочу ответить на комментарий дочь будет пишет но если туалет и говня стоит и ничего не исправить а вот да и нет ну что ну такие вот у них это про последний отпуск в пятигорске мы ездили по всяким аулом таким глухим который находится в горах которые находятся в ущелье ну и там знаете вот эти вот деревенские туалеты конечно первый был в первом не было страшно я думаю насколько да мы привыкли уже к цивилизации а ведь я такая подумал ну вот ли люди же вот так живут они с этим живут и им же нормально поэтому мы не фокусируемся на этом негативном объекте а мы смотрим вокруг мы смотрим какие прекрасные горы какие прекрасные водопады как все классно и все замечательно вот поэтому если у вас есть какой-то выбор я по своему опыту дать исходя из того сколько как много как часто мне задают этот вопрос я знаю что ну большинства людей всегда есть вопрос как ему поступить что ему купить куда ему лучше поехать куда ему лучше пойти учиться то есть очень много всегда таких вопросов которые в которых хочется и то и то и вот реально и человек не знает что выбрать и в этом случае у меня есть отличный инструмент я даже не представляю как люди без него живут моим родственникам проще они всегда могут спросить если у них есть такая дилемма вот а если нет то я к вашим услугам поэтому пишите мне о том что есть вопрос либо если вы пишите в деле кто можете прямо озвучить этот вопрос и я вам дам развернутый ответ как он поступить почему вам так надо поступать и что вы при этом будете испытывать какие будут у вас эмоции либо как будут дела разворачиваться в том или ином выборе еще очень важно в этой синхронизации а вот этот один диск который лежит внизу он говорит о том в каком состоянии человек делает выбор из какого состояния то есть это ресурсное состояния или это упадническое состояния потому что от этого тоже зависит исход синхронизации и вполне может быть так что вот сегодня вы делаете выбор из не ресурсного состояния и этот выбор будет вот таким а в следующий раз вы будете делать его из другого состояния и здесь мне тут это сообщение от телефона пришло я думаю что все нормально вот поделилась я с вами какие бывают варианты синхронизации выбора если вам интересно то задавайте мне вопросы может быть вам у вас есть вопросы просто по синхронизации да почему и что и как это работает я с удовольствием отвечу на любые вопросы встретимся мы с вами на следующей неделе в среду следующая неделя будет посвящена дизайну человека я прям с удовольствием рассказываю про все мои эти инструменты потому что с одной стороны каждый по-своему интересен но с другой стороны вот постольку поскольку я через все это прошла я понимаю насколько эти все инструменты они переплетаются между собой насколько они друг друга дополняют и в чем-то прям одинаковые одинаковые и поэтому я точно знаю что то чем я занимаюсь это мое не только потому что я получаю от этого огромное удовольствие а вот просто потому что так свыше послана было все спасибо вам большое за то что были со мной кто посмотрит записи пишите свои вопросы я буду рада на все эти вопросы ответить давайте всего доброго хорошего вам воскресенья до свидания и и и и и